Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Савелья Тимохов, вы находитесь на канале Болгария Микс. Это видео будет про Стамбул, а именно первый взгляд, первое впечатление о этом городе. Так как я не живу в Стамбуле и приехал буквально здесь на одни сутки, расскажу вам свои первые впечатления об этом городе. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Полетели! Типичная Стамбульская улица. И несмотря на вирус, достаточно много людей на улице. Ну, для такого большого города, наверное, это не так уж и много. Очень много одежды, обуви и тому подобное. Кепки, 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 кепки. По демократичным ценам. Вы сами видите, что чрезвычайного положения нету, все открыто, магазины открыты. Но люди на сторожей, так как и народу не так уж и много. В общем, все стараются сидеть дома. Вот, очень-очень много магазинов, брендов, не только. Товар, как вы понимаете, в основном турецкого производства. Хай-хай! Вообще, сколько много товаров, я поражаюсь. Еда. Вот здесь, в Стамбуле, как и во всей Турции, продаются знаменитые кебабы. Кебабы типа шаурмы. Вот. Вообще, я заметил, и вообще, я заметил, Турция, как, наверное, и любая страна, исповедующая ислам, она, Турция, очень подвластна своей религии. То есть, тут очень много мечетей. Вокруг говорители читают намаз, то есть молятся. Вот просто первый взгляд вместе с вами тут. Сами понимаете, Стамбул все-таки. Смотрите, какая красивая улица. Все застроено небоскребами. А мы словно муравьи и муравейники. Овощи и фрукты турецкие хорошие должны быть. Вот, смотрите, какая мечеть огромная. Вот здесь торговый центр какой-то находится. Очень много людей говорят по-русски, особенно те люди, которые занимаются с туристами. Как вы понимаете, туристов достаточно много из России, а также из Болгарии, потому что соседствующая страна. Вообще, очень интересные такие улицы. Кипит жизнь. Вот хочу еще сказать, отметить, что Стамбул нереально просто очень многонациональный город. Сладости всякие, турецкие, очень знаменитые турецкие сладости. Смотрите. Вот следующим образом выглядит магазин. Очень много четких, красивых товаров, одежды. И по достаточным демократичным ценам. Вообще все есть. Даже размер для меня есть. Отличный магазин, советую всем. Это не реклама, мне не заплатили. Просто советую магазин. Ну и здесь кепки, шапки продаются разные. Кепки, 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 кепки. Вообще, вот в этом моле, он где-то 8 этажей. На каждом этаже все, что угодно. Очень много кепок, шапок. Просто максимально много. Обуви. Я вот сейчас спускаюсь. Вообще. Подпольная империя какая-то, реально. На улице одно, а внутри вообще другое. Знаменитые турецкие сладости. Ну только посмотрите, что у меня есть. Это... Так. Двоечка. Посмотрите только, что у меня есть. Это грейпфрутовый сок. Вообще, неестественно, красный. Ну-то свежевыжатый, при мне выжили. Вообще прикольный. Ну и вода, конечно же, без воды никуда. Вот наш отель. Заглуха посреди дороги. И поехал. Дом на доме. Ну, если быть точнее, это даже не мол, а просто многоэтажные магазины в одном здании. Здесь все стоит на порядок дешевле, чем в Европе. О, моя кепка. Вот этот район, насколько я знаю, называется Лауэли. Для русскоговорящих. Еще хотелось бы отменить, что это максимально шумный город. Максимально. После Стрелча и Девина. Вообще, тем более. Ну, это я не говорю, что это плохо. Это просто так есть. Это огромнейший город. Там сколько, 15-16 миллионов жителей. Вот, мне кажется, транспортное движение немного хаотично. Хаотично. То есть, мопеды по тротуарам ездят. Да. Ну, в этом, мне кажется, вся Турция. Все же полтора дня слишком мало, чтобы весь город посмотреть, разузнать. Я здесь в центре, потому что... Ну, что-то ехать никуда не хочется. Тем более, мы здесь не целенаправильно, а по сути это пересадка. А вон там море, прикиньте, только сейчас заметил. Вообще пипец. Приобретена новая шапка. Вот просто идешь по улице, слева или справа магазины, и тебя зазывают в магазины. Очень это необычно. В Болгарии это вообще такого не принято. Вот это красивое, величественное какое-то здание. Мечеть. Между прочим, единственный город расположен... Расположенный на двух континентах. Вот, кстати, Стамбул, вот может посоревноваться с Повдевом. За старину и... Историю. Ведь раньше Стамбул был Константинополем. Царьград. Я хочу попробовать какую-нибудь сладость турецкую. Попробуй, зайдем. Че? Какое-то? Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Нормально у вас? Все супер? Супер. Здрасте. Остановили свой выбор на этих деликатесах. Давайте попробуем. Я скажу вам свое мнение о знаменитых турецких сладостях. В общем... Мне понравилось. Необычное. Но приятное. Однако, очень-очень сладкое. Много сахара. Вот купил 6 мандарин. Уже вечерний Стамбул. 6 мандарин, 7,5 лир. Вот наш отель. Шахенлер. Он в том управлении моря. Моя миссия выполнена. А вот Стамбул утром. Та же улица. А людей все меньше и меньше, мне так кажется. Красивый город. Что ни говори. Ну, я, конечно, не был во всем, но я так полагаю, это центр. И в центре мне нравится. Перед ними делится одна из остановок стамбульского метро Аксарай. Аксарай. И здесь же автобусы на аэропорт. А направляюсь я в другой совершенно город. Жаль, не весь Стамбул увидел, но то, что я увидел, мне, не знаю, мне понравилось. Одного дня катастрофически мало, чтобы увидеть всю величину и величие города. Вот автобус, на котором мы приехали из центра города. Вот здесь кто-то курит рядом со мной. Вот с центра города до аэропорта стоит 2,5 евро. Аэропорт Стамбуа. Соответствующий городу. Просто офигеть. Поражает фантазию размеры этого аэропорта. Вообще. Никогда он, наверное, в таком большом не был. Не знаю, в Москве. Да в Москве стопудово меньше. Вообще так сделано, знаете, заподлицо. Вот это... Вот сейчас уже нахожусь в зоне вылета. Здесь повсюду дьюти-фри. Ну, не повсюду, но есть дьюти-фри. Магазины покушать, посмотреть, поразвлекаться. Ну, ой, все здесь красиво. Красочно. И ярко. Повсюду есть такие темы для дезинфицирования. В общем, дорогие друзья, с вами был Савелий Тимохов на канале Болгария Микс. Я надеюсь, вам понравилось это видео так же, как и мне понравилось Истамбул. А именно маленькая его часть. Я вообще проехал. Тут просто очень много времени нужно, чтобы его посмотреть весь. Ну, а то, что я увидел, лично мне понравилось. С вами был Савелий Тимохов. До скорой встречи. Пока.